Руководство края приняло решение о выделении средств многострадальному клубу «Луч Энергия». К такому результату привел разговор президента ФНЛ Игоря Ефремова и главы региона. Правда, в каком количестве поступят деньги на счет желто-синих Ефремов не знает. Напомню, что по последней информации футболисты «Луча» начали бойкотировать тренировки в связи с невыплатой им зарплаты премиальных. Более того, к ним, кажется, присоединилось и руководство клуба, которое перестало предоставлять автобус для транспортировки игроков. Теперь «Тигры» намерены не выходить на матч со «Спартаком-2», который состоится 26 сентября. Отмечу, что большая часть персонала футбольного клуба уже перестала работать или вовсе подала в отставку. Asia Pacific D1 GP пройдет во Владивостоке с 23 по 25 сентября. Долгожданные международные соревнования по автомобильному дрифту готовы к старту. Своё мастерство продемонстрирует 41 гонщик из России, Японии, Китая, Индонезии и других стран. Нашу родину представляет самая многочисленная команда, в которой примут участие и пилоты из Приморья. Мы еще на начале формирования вот этого мероприятия закладывали у себя такую идею, что каждый год у нас количество участников с мира должно увеличиваться. Но так как у нас мероприятие, опять же, Pacific, это азиатско-тикианский регион, да, то мы в первую очередь обращаем внимание на вот эти вот азиатские страны, где к нашему удовольствию очень серьезно развиты. Во Владивостоке гонки пройдут уже в третий раз. 24 сентября пилоты испытают свои силы в одиночке. Соло-заезды будут идти в течение всего гоночного дня. А уже 25 числа состоится самое главное зрелище – парные заезды и финал соревнований. Стоит отметить, что в прошлом году эта дрифт-битва завоевала третье место в номинации «Лучшие события в области спорта в стране». Владивостокская команда «Тигры» завоевала серебро на Кубке Сибири и Дальнего Востока по бейсболу среди мужских команд. Хабаровск в течение недели принимал пять команд – основной состав Владивостокского клуба «Тигры», два состава хозяев, а именно амурских тигров, и две команды морских львов из «Находки». Все они традиционно сыграли по круговой системе. Приморскую столицу представляли 16 опытных игроков, большинство из которых имеют опыт в выступлении на международной арене. Наши спортсмены выступали в роли прошлогодних чемпионов этого кубка. В этот раз, увы, «Тигры» хоть и дошли уверенно до финала, однако в решающем матче проиграли основной команде Хабаровска. Домой Владивостокский клуб привез серебро чемпионата. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.